Мы продолжаем. Яркое событие состоится уже в это воскресенье, а Малига возвращается после двухнедельного перерыва. Эта осень, несмотря на пандемию, поистине спортивная. Семь туров сыграны, теперь нас ждут мини-футбольные полуфиналы. Играть будут Viva Farm против Красной Звезды. Это 25 октября в это воскресенье, а 1 ноября сыграют команды Internester.com и GeoThermal. И сегодня у нас в студии Виктор Носенко, капитан команды по мини-футболу Viva Farm. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Команда Viva Farm набрала 15 очков. Это один из лучших результатов. Ваша команда уже в полуфинале. А Малиге для вас важно пройти в полуфинал? Для нас, я бы сказал, даже важно выиграть в этом турнире. Так что в полуфиналах даже речь не шла. У нас самые высокие цели. Мы идем к ним, постараемся одержать победу. То есть только победа? Только победа. А почему это так важно? Это ведь мини-футбол, непрофессиональный. Ну, в основном спортивный интерес. Он никуда не ушел. Многие из нас прошли хорошую футбольную школу и выросли на победах. Нас учили побеждать. И спортивный интерес, он остается. Первая игра будет в Тирасполе на Лайнс-арене. Вторая игра в Кишиневе. Виктор, вам есть разница, где играть? Дома или на выезде? Дома, говорят, стены помогают. Даже это правда? Дома помогают. Но если мы играем в две терраспольские команды, мы в одинаковых условиях. Я думаю, что разницы на данный момент никакой нет. Тем более мы сейчас играем без поддержки особо и болельщиков. То есть выходить нужно и побеждать. Вы говорили о том, что прошли школу футбола. Сейчас, получается, играете в мини-футбол. Есть разница футбол-мини-футбол? Ну, разница есть, конечно, большого футбола и мини-футбола. Но уже со временем, уже несколько лет мы бегаем, играем в этот мини-футбол, уже перестроились. Победа важна и там, и там. Да, победа нужна и там. Болельщики важны и там, и там. Сейчас так получается, что вы играете без болельщиков. Болельщики – это половина успеха команды. Как вам играется без них? Конечно, тяжело. Приходят очень много. Мы посмотрели по прошлому розыгрышу, что очень много любителей футбола приходят на трибунах, за стадионом, за полем, везде. То есть людям нравится это. И, естественно, футболистам, которые приходят получить удовольствие, нравится, когда болельщики вокруг кричат, скандируют и поддерживают. А у вас была какая-то адаптация? Вот первая игра, вы выходите на стадион и ни одного болельщика. Вот как-то привыкали к этому, что придется играть без них? Или они будут за забором где-то? Ну да, наверное, сложно было перейти на игру на пустом стадионе, так как привыкли, что ажиотаж возле этого турнира очень такой хороший, приятный, приятная обстановка. Тяжело, да. Но перестроились, что делать? Ну, нет болельщиков, зато есть азарт в комментаторской будке. Наша съемочная группа всегда освещает матчи, и там разворачиваются такие страсти, не на шутку. Съемочная группа, конечно, всегда переживает, болеет, и обязательно просто такой накал страсти, что невозможно не поддаться просто этому азарту. Итак, четвером на двоих, опаснейшая контратака, они несколько суетно сыграли. Игроки Леофар могут за это быть наказаны. Удар! Гол! И напоминаем, если и нельзя посмотреть матч на самом стадионе, то можно посмотреть его в нашем эфире. Уж мы-то не можем такое событие пропустить и не поделиться с нашими зрителями. А вы потом смотрите с командой матч, как он прошел, какие были ошибки, или просто сидите и любуйтесь своими красивыми голами? С командой у нас не получается посмотреть. Каждый индивидуально дома вечером просматривает, конечно. Кто-то с точки зрения болельщика, кто-то с точки зрения профессионал смотрит на пропущенные голы, на забитые. Например, я как более оборонительный игрок смотрю на пропущенные голы, что мог бы сделать такого, что не забили, к примеру. То есть разбираете все-таки ошибки? Да, разбираем, конечно. Уже более-менее не как болельщик, а как профессионально смотришь на это все. Игры «Красные звезды» тоже смотрели. Все-таки в полуфинале с ними встречаетесь. Знаете уже их слабые и сильные стороны? Ну, мы, в первую очередь, уже игру одну провели с ними. И, конечно, мы знаем практически каждого, кто на что способен, как, в принципе, команда действует. Конечно, еще некоторые коррективы тренер внесет. Какая это команда? Расскажите о ней. Очень хорошая, молодая. Это такая добротная команда. С желанием всегда выходят. Молодцы. Мне очень нравятся ребята. Многих знаю, с многими общаюсь и знаю, какой у них запал. Амалига – игры по мини-футболу. Но мы уже знаем, что игроки там играют достаточно серьезные, не любители. Хотя, вроде как, Амалига – это мини-футбол любительский. Но он далеко не любительский. Играют в прошлом профессиональные спортсмены. И после 10 ноября на поле в составе команды IDC выйдет суперзвезда Бенджамин Балима. И играть будет против Кишиневского геотермала. А вы бы хотели сыграть против такого футболиста? Или такого лучше привлечь в свою команду, на свою сторону? Естественно, футболист с хорошим опытом игры. Много лет провел в лучшей команде Молдавии на данный момент. И в Еврокубках, Лиге чемпионов. То есть опытный, хороший игрок. Конечно, каждая команда хотела в себе такого игрока в усиление. Не боитесь соперничать с таким игроком? Ну почему бояться? Если бояться, то лучше не выходить на поле. Но это интересно. Проверить себя, насколько ты готов. Такой интересный факт. В этом сезоне из четырех полуфинальных команд три Приднестровские и одна из Кишинева. Почему так? Мы стали играть лучше? Или по каким причинам так вышло? Не знаю. Может быть и мы лучше стали играть. Может быть ребята команды из Кишинева не совсем серьезно отнеслись к нашим командам. Не знаю ответа на этот вопрос. Он такой сложный. Так как что происходит в тех командах, не знаешь. Я думаю, что скорее всего, наверное, не серьезно отнеслись в первую очередь. Геотермал в том году почувствовал, что здесь, какие страсти, какой футбол здесь, как кто играет. И им полегче, наверное, было в плане ментальности подготовиться к играм. Очень хочется задать вам женский вопрос. Вот сейчас становится холодно, но футболисты всегда играют в любую погоду. Вот дождь льет проливной, снег идет. Что вы за люди такие, спортсмены? Почему вы игры не переносите? Ну куда-нибудь где потеплее там или хотя бы на то время, когда будет хорошая погода? Матч состоится в любую погоду. Я не знаю. Мы привыкли к этому. Мы тренируемся в дождь, снег. Мы получаем удовольствие. Опять же, дождь вносит свои коррективы в игру. То есть, если бы было всегда одинаково, одна и та же погода, не было бы так интереса? Ну, конечно. Вот в Англии играют постоянно в дождь, и люди привыкшие там практически всегда. Итак, Амалига 2020. Плей-офф близко. В это воскресенье игра. В понедельник в нашем эфире матч Viva Farm «Красная звезда». Начало трансляции в 21.30. И вопрос дня сегодня такой. Виктор, игра будет зрелищной. Как капитан команды, скажите, выложитесь по полной. Стоит смотреть этот матч. 30 секунд на ответ. Естественно, стоит смотреть. Матч будет, я уверен, будет очень зрелищный. Так как мы уже одну игру сыграли. И две команды очень амбициозные. Хотят выиграть, поддержать победу. Я надеюсь, что всем болельщикам понравится игра. Ну и мы желаем вам успехов. Пусть все получится, и только победы вам. Спасибо большое. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте просматривать наши новости в Вабере, Телеграме, Инстаграме. Там тоже всегда интересно. Ну и, конечно, не пропустите полуфинальные игры «Ама-лиги» на Первом Приднестровском. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин